Мужчина в хорошем настроении, такой лежит на диване, ну просто смотрит телевизор, да? Он лежит, ему хорошо, смотрит телевизор, ему хорошо, потому что все ухожен, он покушал, все классно. Но кто для счастья-то родился? Кто здесь для счастья родился? Женщина, она там убирается, где-то ходит, приходит, опа, сидит, гад, я для счастья родилась, а он сидит на диване. И мужик, он не понимает, что она его пилить-то начинает, что я сделал плохого? Я сижу, как бы, никого не трогаю, смотрю телевизор, она подходит, говорит, что росился, у нас еще не прибрано. Это означает совсем не это, то есть она, он, теперь смотрите дальше, логика, он говорит, ну если мужчина благородный, он говорит, мне помочь тебе прибираться? Она говорит, да не надо, я сама приберусь. И он говорит, что она от меня хочет вообще, то есть, я сижу, никого не трогаю. Она говорит, что расселся? Она хочет вот чего, если я не испытываю счастья в доме, никто на это не имеет права. Вот и все. Поэтому, что надо делать? Вот, допустим, жена, вы сидите, телевизор смотрите, ну ладно, с работы устали, она убирается. Она заходит в комнату, и вы говорите, моя хорошая, давай я тебе помогу. То есть, вы должны сразу перестать испытывать счастье, когда ее убить. И в этот момент она сразу заулыбается и станет хорошо, вот. Понимаете, вот смотрите, второй, допустим, вариант. Вот у женщины очень сложно с волевым импульсом, ей очень трудно начать что-то делать вообще в целом, потому что сила воли очень слабая. Допустим, на кухне бардак, допустим. Женщине очень обидно, понимаете, что муж, он наслаждается жизнью на кухне бардак. Вот это не значит, что вам надо мыть посуду. Вы заходите на кухню и говорите жене, давай я помою посуду. Включаете воду, начинаете мыть. А, вперед, да, первым. И улыбается, и говорит, отдыхай, моя хорошая, отдыхай. Если она действительно очень сильно напряжена, устала и отдохнет, это для вас же лучше. Потому что если она не отдохнет, она вам вынесет мозги. Ну, то есть, понимаете, у женщин так психика заложена, что она не может быть страдающим в последней инстанции. Страдающим в последней инстанции будет все равно мужик. Поэтому если она страдает, а он нет, она им будет мстить. Не осознанно. Можно даже ничего не говорить, некоторые женщины очень благородные, они не говорят, но молчат. Как они молчат? Женщина создает атмосферу в доме. Это ее энергия, понимаете? Это энергия счастья женщины. Она наполняет тараканов, собачку. Все, что даже попугайчиков, все, что в доме находится, он наполняется энергией счастья женщины. И если женщина недовольна тобой, ты эту энергию счастья в доме не получишь. Краник выключается. Ты не сможешь наслаждаться ни диваном, ни пищей, ни чем. И мужчина ходит вокруг женщины и говорит, что такое? В чем дело? Она говорит, я тебя трогаю. Она не может нормально находиться в доме, потому что энергия счастья выключена. Он же должен в доме получать счастье. Понимаете, женщина трудится энергией счастью свою, она в доме постоянно отдает. Поэтому она от дома устает. Она отдает, там отдает эту энергию счастья, постоянно все прибирает, налаживает, чтобы все давало счастье. Мне так психика устроена. И поэтому женщине обязательно надо удрать куда-то из дома, для того, чтобы отдыхать от этого, понимаете? Если женщина не отдыхает, она потом с ума сходит. Ей в доме вот постоянно находиться невозможно. Это просто невыносимо. Как женщина отдыхает, мужчины, запомните. Как женщина отдыхает, когда женщина общается с подружками по телефону. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тру-ля-ля, да ты моя хорошая. Запомните, в это время она отдыхает. Не трогайте ее, вам же будет хуже. Если она не отдохнет, она вас порвет просто психически. Потому что у женщины психика так работает. Если мне плохо... Вот мужчины, запомните, это очень важный момент. И вы это не переделаете, так устроена природа. У женщины так психика работает. Если мне плохо, виноват в этом ты. Запомнили? Женщина, она никогда это в себе не переделает. Если ей плохо, ну плохо, и нет мужа, допустим, да? То она просто плачет в это время, думает, у меня никого нет. Если ей плохо, вот допустим, да? Она плачет не от того, что ей плохо, а от того, что никого нет. А если кто-то есть, есть муж, допустим, ей плохо, то виноват муж. Не так я разве женщины говорю? Так. Поэтому, мужчины, в ваших интересах сделать так, чтобы женщине было нормально.